и у ребятки всем салют всем добро пожаловать на мой канал меня зовут сейм и сегодня у нас с вами необычное видео сегодня мы с вами подводим итоги хотя это видео уже обычно для моего канала подводим итоги просто поговорить о душам о том что произошло в этом году о каких-то уроках которые в этом году я усвоил и о планах на 2024 об этом обо всем мы с вами поговорим в этом видео поздравляю каждого из вас с наступающим новым годом либо же уже с наступившим кто смотрит 24 с вами сейм мы начинаем мой 23 год начался в питере мы жили на автовской евро трешки которую мы снимали за 50 тысяч рублей и не знаю спокойно жилось но в марте нам написали вдруг что вернее даже раньше марта по моему в конце февраля либо феврале нам написали что хозяева возвращаются в этой квартире в общем то вы прожили всего четыре месяца мы переехали в квартиру другую уже переехали на лиговский проспект там же в питере в этой квартире просто невозможно было жить из-за того что там были постоянно ремонт так как это прям новостройка новостройка дом только-только сдался мы жили на тринадцатом этаже это был последний этаж и там были работы на крыше каждый божий день самого раннего утра и весь день без перерыва там все сверлили колотили в общем проблемы с водой и в этой квартире мы прожили около честно не помню сколько прожили но тоже очень мало по моему там тоже четыре где-то месяца мы два раза слетали с полей в сочи и после сочи мы вернулись питер и подумали что чё-то как-то нам вот ну не совсем то не на том месте находимся мы решили что а может москву и как то вот так вот в один момент когда мы шли возвращались домой вот эта мысль пришла мы начали мониторить квартиры смотреть вообще плюс-минус сколько стоит что есть тогда мы как будто реально заулынили вот просто все свои силы в этот переезд и он настолько спонтанно произошел то есть это не было как-то запланировано это не у нас не было какого-то дедлайна за который мы там условно копим какую-то сумму денег или там какой-то план простраиваем у нас просто чем москву погнали и все как бы примерно за месяц мы переехали москву переезд был очень сложным и ну в принципе те кому интересно можете посмотреть влог он у меня есть на канале про переезд москву подробно рассказывать уж не буду о нем но в общем то да мы переехали сюда и вот теперь я живу здесь с полей со своей девушкой живем классной квартире в классной евро трешки мне есть своя комната в которой я обустроил свою студию панели кстати как можете заметить я убрал потому что у меня есть подозрение что у меня на них аллергия переезд москву вообще очень сильно изменила мою жизнь им потому что появилось очень много классных не вернее не очень много но появилось много классных людей моей жизни я познакомился с классными ребятами с который который меня мотивирует который мы общаемся достаточно часто потому что в питере когда я жил я по моему уже рассказывал наверное не раз но я вообще соло постоянно full solo двигался я ни с кем не общался особо ни с кем не гулял все полтора года которые жил питере я общался максимум с микрофоном с вами и со своей девушкой в принципе все в этом году вышло достаточно много видео на моем youtube канале вышло огромное количество на бусте пресетов темплейтов огромное количество проектов сведения прошло через мои руки огромное количество вообще принципе работ я сделал и достаточно много работы в этом году было я сделал чему очень рад и спасибо каждому кто в этом году работал со мной и выбрал именно меня я очень это ценю я буду стараться радовать вас и дальше классным звуком буду апать свой скилл потому что развиваясь в звуке развиваясь сведений я как для вас улучшаю качество миксов так и для себя улучшаю качество миксов своих треков кстати о треках в этом году у меня вышло не так много вернее даже мало треков а именно 6 но 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 этот год очень жестко дал мне бусто в плане прослушиваний в этом году у меня вышел мой мини хиток именно этот трек 2335 который можете послушать на всех площадках он у меня в яндексе сейчас по моему 350 тысяч прослушиваний там уже больше это только яндекс очень сильно завирусился при этом я не вкладывал него никакие деньги просто вот взял и завирусился не знаю как это так сработало просто искренне честный трек также на треке предали большое количество тоже прослушиваем там по моему больше 90 тысяч прослушиваний тоже только на яндексе трек италия с полкой с игорем кстати говорит салют тебе тоже пламенный в этом году стали как-то ближе общаться и так далее тому подобное далее вот это тоже у нас сейчас совсем недавно вышел он там уже очень хороший результат дай бог чтоб и дальше он хорошо шел ну и в принципе в этом году я как-никак встал на путь артиста не помню я говорил в прошлом видео итога года о том что я вот хочу прям вот начать двигаться в этом направлении но в голове моей точно это было и потихоньку потихоньку я начал и вот концу этого года я понимаю сколько всего я не делал для того чтобы двигаться как артист сколько инструментов я упустил и что я упустил но это видео как раз таки и нужно для того чтобы сделать работу над ошибками для того чтобы извлечь уроки для того чтобы двадцать четвертом году не допустить тех ошибок которых допустил в этом году и возможно кто-то посмотрит это видео вот например ты именно ты посмотришь на меня увидишь во мне себя и тебя это тоже замотивирует и двадцать четвертом году будешь разъебывать и в этом году у меня как будто бы начинает формироваться мой музыкальный вкус потому что до 2023 года я как будто вообще не понимал что я хочу я слушал все мне хотелось писать все но сейчас под конец 23 года я в принципе уже плюс-минус для себя понимаю что я хочу как я хочу двигаться я очень много выводов и реально провел большущую работу над ошибками над собой над тем как я действую двигаюсь так далее тому подобное но сейчас я хочу поговорить о уроках которые я извлек за этот год погнали первый урок он касается дисциплины я опять же проводя работу над ошибками опять же подводя итоги я понимаю что за за двадцать третий год я сделал намного меньше чем мог бы сделать если бы я был более дисциплинированным если у меня была хорошая сила воли я бы мог делать больше и результат был бы гораздо лучше но к сожалению все так как есть и возможно так и должно быть я опять же провожу работу над ошибками я опять же делаю выводы и в двадцать четвертом году оборачиваясь вот назад на весь двадцать третий год я для себя вот выношу такой урок что необходимо качать дисциплину необходимо качать силу воли для этого можно банально там не знаю ходить записаться в зал и начать ходить заставлять себя тренироваться это будет все способствовать тому что вы будете прокачивать как раз таки свою дисциплинированность силу воли чем я как раз таки и буду заниматься с января потому что зал я сейчас забросил я отходил месяц и забросил это вот коротко моей дисциплине в двадцать третьем году второй урок он касается веры веры в свое дело в свою музыку без разницы даже не музыку принципе свое дело то чем ты занимаешься приведу вообще очень такой интересный пример когда у меня вышел трек точнее выходил 2335 я его решил закинуть джону джон хаверу и он не заценил принципе ему что-то как-то вообще не зашло была такая не очень реакция трек набрал дохуя реально дохуя он очень хорошо залетел поэтому это что говорит о том что не всегда чье-то мнение правильно и вся музыка она субъективно слушайте здесь себя свое сердце и близких людей которые вас окружают именно это делает вас вами сравнение в принципе тоже достаточно распространенная тема и нужно себя ни с кем сравнить у любого человека есть свой путь есть жизнь которую он живет наступая на свои грабли совершая свои ошибки он ходит в свой садик он ходит свою школу он дружит со своими друзьями он пишет свою музыку то есть каждый человек разные у каждого свой путь и глупо сравнивать не знаю там условно масло и творог это в принципе два разных там продукта условно поймите насколько это глупо и сосредоточьтесь лучше на себе занимайтесь реально собой они сравнивать еще один урок который я усвоил это урок продвижение вложений именно это касается как раз таки треков то как правильно релизе треки только правильно их продвигать такой правильно преподносить это все как будто бы для меня понимание начало приходить опять же только под конец двадцать третьего года что необходимо реально вкладывать деньги в свою музыку как бы очевидно это не звучало но да без этого никуда потому что сейчас огромнейшая конкуренция и мало писать просто музыку нужно ее грамотно продвигать нужно грамотно ее преподносить чтобы людям было интересно за вами наблюдать чтобы цепануть этой музыкой а далее цепануть своим образом артиста может возможно с какой-то своей душевностью возможно какие какой-то своей простотой возможно каким-то своим там жестким флексом кто-то бифами кто-то еще чем и так далее и тому подобное есть совершенно разные музыканты и совершенно разные там рэперы артисты хоть как их называйте и у каждого есть какой-то свой определенный образ у каждого есть какой-то свой вайб и как раз таки люди сначала слушают музыку потом они переходят к артисту они видят его вайб они чувствуют этого артиста какой он и музыка начинает нравится вдвойне в тройне в четверне поэтому занимайтесь продвижением и занимайтесь опять же собой и сейчас я хочу немножко вкратце чисто так пробежаться рассказать о том какие планы у меня есть на двадцать четвертый год потому что планов реально много и цели большие двадцать четвертом году я хочу выпустить минимум 12 треков потому что я считаю это норма вернее это даже не норма это минимум тоск количество ну вот такое количество треков которые должен выпускать артист когда он еще не является каким-то популярным супер артистом потому что нужно писать много музыки нужно выпускать эту музыку опять же делать работу над ошибками проводить работу над ошибками в каждом дропе и каждый последующий дроп а под скилл своего дропа а под скилл написания поэтому чем больше музыки тем лучше в двадцать четвертом году я хочу также еще сделать и пишечку свою и возможно это будет даже до весны ждите и пишечку вам сто процентов зайдет потому что плавно перетекая в следующий пункт то какую музыку от меня ждать я сейчас очень много работаю надо своим звучанием над каким-то очень много работы надо целом звуком саунд дизайном и те треки которые будут выходить совсем скоро я не знаю на что это будет похоже просто все сами услышите все сами услышите кстати подписывайтесь на телегу я иногда там закидывал какие-то кружки в принципе там лайф такой канал уютный там есть чате где парни общаются демки скидывают на зацены помогают друг другу в общем велкам также двадцать четвертом году я хочу снять свой первый клип не просто там какой-то лайф муд видео реально хороший клип поработать с какими-нибудь ребятами которые реально этим занимаются снимают даже двадцать четвертом году я планирую очень сильно развивать бусти у меня очень много планов на бусти я прописал очень много идей так что ждите от меня очень много клевых подгонов которые будут выходить обо всем постепенно я буду рассказывать все будете принципе видеть также я думаю что будет выходить больше видео чем в этом году я думаю что сведение в стиле от меня перейдет на новый уровень это будет более интересный формат я не буду рассказывать то как я хочу это делать но я думаю что вам понравится и принципе знаете вот сведения в стиле вроде бы этого много но вы все равно меня смотрите и я много думал над тем почему именно меня смотрите я пришел к такому выводу что вот лично для себя если судить со стороны я реально очень сильно стараюсь и парюсь над звуком и особенно и проекты над которыми я работаю я реально стараюсь приблизить звук максимально то есть не просто голосом исполнить артиста а звук сделать похожий то есть подчеркнуть какие-то моменты частотно пространство сделать похожие дела и какие-то там еще приемы другие и это я все буду усовершенствовать все это будет двадцать четвертом году и вот я считаю что за это принципе меня полюбили постараюсь вашу любовь увеличить просто x2 потому что над видео буду стараться еще больше ой двадцать четвертом году хочу сдать на права вернее не хочу а сдам на права потому что я должен был уже сейчас сдавать но у меня произошли траблы с автошколы я запросил возврат средств в общем не пошло не поехала и я просто просто сейчас сижу без прав нигде не обучаюсь в общем двадцать четвертом году сдам на права ну и пару пожеланий вам первое чего хочу пожелать это учесть мои уроки о которых я рассказал чуть раньше то есть то о чем я рассказывал о моих уроках о моих ошибках хочу каждого кто смотрит это видео взять их во внимание потому что я транслирую свою жизнь я транслирую свой путь и в принципе когда вы смотрите со стороны вы можете видеть какие-то пробелы о которых даже я сам принципе вам рассказываю и не допускать эти пробелы в своей жизни в свое на своем пути поэтому учтите те уроки которые я вот для себя вывел за этот год ну и хочу пожелать еще чтобы вы любили свое дело любили то чем занимаетесь искренне любили потому что поверьте мне если ты не любишь условно там своему зоны то что ты дропа что это не полюбит никто это все чувствуется вот на уровне энергии любовь и отношение к делу вот просто поверьте мне реально чувствуется также советую каждому поставить цели поставить цели на 24 год и чтобы эти цели были не просто там не знаю я хочу 200 тысяч прослушиваний какие-то такие вот цели просто поверхностные каждая цель должна быть подкреплена конкретным планом действий потому что цель вы будете просто видеть и не понимать что что нужно сделать для того чтобы она вот ну как бы приблизиться к ней когда у вас есть конкретный план действий вы следуете ему и с каждым разом с каждым шагом вы все ближе ближе к той цели которую вы поставите себе поэтому ставьте их правильно и и пусть у вас все получится также оставайтесь собой не пытайтесь казаться просто будьте всех с наступающим новым годом желаю здоровья желаю успехов желаю любви желаю здоровья близким друзьям и так далее и тому подобное чтобы все было хорошо вашей жизни что все получалось поэтому еще раз с наступающим либо с наступившим если смотрите это в двадцать четвертом году меня зовут сэйм увидимся в двадцать четвертом году меня зовут сэйм увидимся в следующем году я